Всем привет! В этом видео я расскажу как прошить Wi-Fi роутер, для чего нужно прошивать роутер и в каких случаях это следует делать, где и как скачать последнюю версию прошивки для конкретной версии маршрутизатора, как установить стандартную и стороннюю прошивку и о том, как восстановить роутер после неудачной прошивки. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. С каждым днем интернет все более плотно закрепляется в нашей жизни, поэтому качественный и быстрый доступ в сеть является залогом успеха. Как известно, при подключении к интернету могут возникать проблемы и различные нюансы, которые всячески мешают достигнуть поставленной цели. Одной из таких проблем может быть сбой в прошивке устройства. При такой неисправности большинство пользователей обращаются в сервисный центр, однако перепрошить роутер можно и в домашних условиях. Я покажу как это сделать на примере роутера от фирмы TP-Link. Так как эти устройства имеют схожие функции, то эта инструкция подойдет и для других моделей, независимо от марки производителя. Единственное, что может отличаться, это интерфейс меню настроек. Купив роутер в магазине, не будьте уверены, что на нем стоит самое последнее программное обеспечение, потому как неизвестно, когда он был выпущен и сколько времени пролежал на складе. Роутеры, которые работают под старой версией ПО, имеют уязвимость в безопасности. Что такое прошивка? Прошивка – это микропрограмма, которая находится в энергозависимой памяти компьютера, планшета, мобильного телефона, GPS-навигатора или любого другого цифрового числительного устройства. На простом языке – это операционная система, которая в свою очередь состоит из множества маленьких программ. Прошивка содержится в постоянной памяти устройства, а процесс ее обновления называется перепрошивкой. Зачем нужно прошивать роутер? Прошивать роутер нужно только в тех случаях, когда в этом есть необходимость. Как говорит большинство специалистов, то, что исправно работает, чинить не стоит. Рекомендуется обновлять прошивку роутера, если вы заметили сбои при его работе, он зависает, постоянно пропадает сеть или отключается Wi-Fi. Помимо всего этого стоит обновлять прошивку, если в новой ее версии произошли технические изменения, которые необходимы вам для тонкой настройки маршрутизатора, а также при появлении поддержки каких-то стандартов. Вышла прошивка, закрывающая очень важную дыру безопасности, к примеру, в протоколе Wi-Fi или же у вас английский или другой интерфейс меню и вы хотите изменить его на русский или наоборот, а еще для разблокировки или отвязки от другого оператора. Также часто устанавливать на роутер альтернативные прошивки, которые дополнены новыми драйверами и программами. Если же ваш маршрутизатор работает без каких-то видимых проблем и в новой прошивке нет существенных технических изменений, то обновлять ее не стоит. Кстати, если вы заметили слабый сигнал Wi-Fi в бесправодной сети, то это еще не значит, что нужно прошить роутер. Возможно, маршрутизатор неправильно расположен или на сигнал влияют другие источники. Что нужно знать перед прошивкой? Прежде всего, следует понимать, что ошибки, допущенные при обновлении устройства, могут лишить вас гарантии и вывести устройство из строя без возможности его восстановления. Первым делом нужно знать модель устройства и его аппаратную версию. Самый простой способ это сделать – посмотреть на наклейку в нижней ее части. Здесь указана модель, адрес, версия и другая информация. К примеру, аппаратная версия моего роутера 9.1. Узнав модель и версию, можно приступать к поиску прошивки. Для этого переходим на официальный сайт производителя данного роутера. Ищем здесь вкладку поддержка и в строке поиска указываем модель роутера. Затем переходим во вкладку поддержка, выбираем аппаратную версию и ниже переходим во вкладку встроенное ПО. Здесь ищем свежую версию прошивки с нужным вам языком и жмем скачать. После распаковываем файл в любое удобное место. Вот и все. Осталось только залить его в роутер. Прошивка роутера. Перед прошивкой отключите его от провайдера и сети, чтобы не было никаких помех. Затем соедините роутер с компьютером с помощью сетевого кабеля, который обычно идет в комплекте. По Wi-Fi прошивать роутер не рекомендуется. Сетевой кабель должен быть подключен к ландпорту маршрутизатора. Теперь нужно попасть в веб-интерфейс устройства. Для этого на компьютере открываем любой браузер и в адресной строке вводим адрес роутера, который указан снизу на наклейке. Как правило это 192.168.1.1 или 192.168.0.1 и тому подобное. В открывшемся окне вводим логин и пароль для доступа к настройкам. По умолчанию админ и админ. После того как доступ к настройкам роутера получен, необходимо сделать точку восстановления. Для этого переходим в оплатку системные инструменты и ищем здесь раздел резервной копии восстановления. Жмем по кнопке резервной копии и указываем путь, куда сохранить файл с настройками. Важный момент. При любых манипуляциях с программным обеспечением рекомендуется создавать точку восстановления параметров. Делается это для того, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций восстановить уже имеющиеся настройки. Это поможет сэкономить вам не только нервы и время, но еще и деньги, которые могут быть потрачены на вызов специалиста интернет-провайдера. Ну и наконец приступаем к самой прошивке. Для этого переходим во вкладку системные инструменты и ищем здесь раздел обновление ПО. Выбираем ранее скачанный файл прошивки, нажав эту кнопку и жмем обновить. Далее нужно дождаться окончания процесса обновления. Еще один важный момент. Никаких действий с роутером во время прошивки производить нельзя. Это может привести к сбою, во время которого старая прошивка будет удалена, а новая еще не установится. В таких случаях шансы восстановить устройство в домашних условиях будут очень малы. По завершению прошивки роутер перезагрузится и будет готов к дальнейшей настройке уже с новой прошивкой. После удачного обновления маршрутизатора вы можете восстановить имеющиеся ранее настройки. Для этого как раз пригодится файл, который был создан ранее. Переходим во вкладку системные инструменты, резервная копия и восстановление. Здесь жмем кнопку выберите файл, указываем путь к ранее созданному файлу и жмем восстановить. Вот и все. На этом процедура прошивки завершена. Как видите она довольно проста и не потребует большего количества времени. Но производить ее нужно с определенной долей внимательности, поскольку неправильные действия могут привести к поломке устройства. После правильной перепрошивки устройство должно работать стабильно, быстро и без каких-либо сбоев, предоставляя заявленным производителем качество сигнала. Еще есть возможность установить на роутер стороннюю прошивку. К примеру, DD-WRT. DD-WRT это свободная альтернативная прошивка для беспроводных маршрутизаторов. Она включает в себя специфические функции, не включенные в оригинальную прошивку. К ним относятся Kai Network, Diamond Based, сервисы IPv6, Wireless Distribution System, Radius, возможности по разгону и поддержка аппаратных модификаций для SD-карт. На официальном сайте производителя нашего роутера указано, что официальное программное обеспечение может быть заменено на сторонние, например, на DD-WRT. Но при этом компания не обязуется предоставлять сервисную или техническую поддержку для устройств со сторонним ПО и не гарантирует его стабильную работу. Ущерб, нанесенный устройству в результате использования стороннего ПО, аннулирует гарантию. Для чего нужна такая прошивка? Если вам недостаточно функций стандартного веб-интерфейса роутера, вы можете установить стороннее ПО. Но если вы не знаете, для чего нужна такая прошивка, ее установка вам будет точно не нужна. DD-WRT прошивка представляет из себя операционную систему, основанную на ядре Linux. С настройками по умолчанию имеет очень широкий функционал, который значительно шире, чем в заводской прошивке. В нее встроены такие компоненты, как FTP-сервер, SAMBA, VOL и многое другое. Через веб-интерфейс доступна подробная статистика и нагрузка на каналы локальной, беспроводной сети и интернета. Также можно увидеть нагрузку на процессор и память роутера. Если настроить роутер на установку дополнительных пакетов, можно превратить ваш роутер в домашний медиасервер. Вещание IPTV по протоколу HTTP для просмотра по Wi-Fi. Если у вас есть телевизор с поддержкой стандарта DLNA, есть возможность подключить телевизор к роутеру и просматривать IPTV, а также смотреть фильмы жесткого диска. Сторонняя прошивка осуществляется тем же способом, что и стандартная. Сперва нужно скачать прошивку. Для этого переходим на официальный сайт и здесь жмем Download. В строке поиска пишем модель нашего устройства и скачиваем прошивку в соответствующую версии аппаратной части вашего устройства. Здесь вы увидите три файла. Для прошивки нам нужен первый и последний. Второй нужен для возвращения роутера на стандартную прошивку. После скачивания открываем браузер. Входим в веб-интерфейс роутера. Переходим во вкладку Системные инструменты. Обновление встроенного ПО. Сперва выбираем первый файл и жмем Обновить. Ждем окончания процесса и снова входим в веб-интерфейс. Адрес для доступа к роутеру может измениться на 192.168.1.1. Вводим логин и пароль Admin и Admin. Затем переходим во вкладку Administration, Firmware, Upgrade. Здесь тоже жмем Выбрать файл и указываем путь ко второму файлу. Ждем завершения прошивки. Вот и все. Сторонняя прошивка установлена. Как видите, эта прошивка имеет более широкий функционал. В данной прошивке есть возможность увеличить уровень сигнала Wi-Fi до максимально поддерживаемой роутером. Для этого переходим во вкладку Wireless. Открываем расширенные настройки Advanced Settings. В строке TXPower указана выходная мощность 20 dB. В стандартной прошивке это максимально возможное значение, а в данной его можно повысить. Немного увеличив это значение, в некоторых роутерах удается увеличить сигнал Wi-Fi. Чтобы изменить язык, достаточно перейти во вкладку Administration, Management, пролистать в самый низ и здесь в строке Language выбрать нужный. В отличие от стандартной, не нужно искать прошивку с конкретным языком. Восстановление роутера после неудачной прошивки. Самый простой из способов сбросить маршрутизатор на заводские настройки. Но в большинстве случаев при установке несовместимого обновления данный способ вряд ли поможет. Нужно будет воспользоваться альтернативным способом. Данный способ работает не на всех моделях и применяется на свой страх и риск. Результат успеха на 100% не гарантирован. Для восстановления вам понадобится так называемая правильная прошивка с вашей аппаратной версией и локализацией, а также программа под названием TFTPD. Данное ПО является бесплатным. Ссылка для скачивания будет в описании. Распакуйте архив с прошивкой и переименуйте файл, сначала указав версию и модель вашего устройства. Примеры вы можете видеть на экране. Версия, модель, recovery bin. Аппаратную версию указывать также важно. Сделав это, поместите переименованный файл в одну папку с программой TFTPD. После проведения данных манипуляций, вам нужно изменить один сетевой параметр роутера, а именно обновить IP адрес. Чтобы это сделать, на компьютере с Windows 10 откройте параметры, сети интернет, центр управления сетями и общим доступом. Здесь кликните по своей сети, выберите свойства и откройте IP версии 4. Сюда вводим следующий IP адрес 192.168.1.66. Для некоторых моделей 192.168.0.66. Если ни один из них не подходит, попробуйте 192.168.0.86. Указываем маску и возвращаемся к программе TFTPD и файлу прошивки. Роутер при этом должен быть обязательно подключен к ПК или ноутбуку через Ethernet кабель по локальной сети. Запустите программу TFTPD с правами администратора. В окне, которое откроется, вы видите поле под названием Server Interface, в котором нужно выбрать заданные ранее IP в настройках сети. Выбрав его, нажмите на значение ShowDir. Здесь должен быть указан переименованный файл прошивки, помещенный в одну папку с программой. Если вы все сделали правильно, то теперь вам необходимо включить питание маршрутизатора и зажать кнопку VPS Reset. В этот момент на экране должен начаться процесс обновления. Если этого не произошло, выключите роутер, зажмите кнопку VPS Reset и снова подключите питание. Вот и все. Теперь осталось дожидаться конца процесса обновления и автоматической перезагрузки маршрутизатора. По завершению, вы должны снова получить доступ к настройкам устройства. Если все сработало, не забудьте изменить обратно в настройках локальной сети значение использовать следующий IP-адрес, обратно на получить IP-адрес автоматически. А на этом все. Надеюсь, вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.